Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока это не сильно заметно А вот через 5 миллиардов лет Солнце начнет интенсивно расширяться набирать мощность излучения и на Земле наступит ад Солнце займет на нашем небе огромную площадь оно станет красным гигантом так астрономы называют постаревшие звезды типа Солнца и температура на Земле превысит тысячу градусов Ну, понятно, что наша органическая жизнь такого не выдержит. Даже та жизнь, которая под поверхностью Земли существует, а у нас вся кора нашей планеты, населена микроорганизмами. Мы думаем, что мы тут единственные представители живого мира или главные его представители, но это не так. Так, если собрать всех слонов, носорогов, китов, нас с вами, то есть все, что живет на поверхности Земли, по массе это будет меньше, чем те микробы, которые населяют кору земную. До глубины в 3 километра примерно вся земная кора и океаническая, и континентальная населена микроорганизмами, по общей массе их больше, чем нас с вами, которые живут на поверхности. Так что они еще некоторое время там продержатся, но когда Солнце станет красным гигантом, и им тоже придется не сладко. В общем, никак не придется. Они погибнут. Ну, Земля не единственная. Мы поговорим о том, какие планеты есть в Солнечной системе, более или менее похожие на Землю. Но Солнечная система, а именно Солнце с планетами, это одна из сотен миллиардов звезд, населяющих нашу галактику. Если уж мы думаем о далеком будущем, то есть смысл поискать подходящие планеты не только в нашей Солнечной системе, но и у любой из тех звезд, которые мы уже пересчитали. Мы знаем в лицо. Правда, они далековато, но когда-нибудь мы, наверное, научимся и к ним тоже летать. С космодрома Восточный. Кстати, я пропустил это событие. Улетела ракета сегодня? Нет. Я так и думал почему. Ну, ладно. Ну, может быть, не с космодрома Восточный, а из другого места мы научимся запускать хорошие межзвездные корабли, и тогда нам станут доступны планеты и у других звезд. И об этом мы тоже сегодня думаем. Но в Солнечной системе, это, конечно, ближайшая наша окрестность, и тут все родное, надо смотреть, что есть подходящего. Есть небольшой промежуток расстояния, диапазон расстояния от Солнца, который мы называем зоной жизни. Ну, по-английски это habitable zone, а журналисты его иногда переводят населенная, зона обитаемости, да. Но мне кажется, это неудачный перевод, потому что мы говорим необитаемый остров или обитаемый остров, имея в виду присутствие человека. На необитаемом острове тоже есть жизнь. А вот зона жизни, это зона возможной жизни, то есть диапазон условий на планете предполагает возможность жизни. Так вот, это не широкий коридор, и он связан с тем, что на горячей границе вода кипит, на холодной границе вода замерзает. В диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия на поверхности планеты может быть жидкая вода. Эта зона понемножечку перемещается. Раньше, когда Солнце было молодым, она была поближе к нему, и тогда Венера тоже была, правда, на горячем краю, но все-таки входила в зону жизни. Земля по-прежнему в ней, но сегодня зона жизни передвинулась и накрыла с собой Марс. Но это дает какую-то перспективу для тех, кто собирается на Марс, ну, может, не сегодня, не завтра, но когда-нибудь собирается. Там, в принципе, будет все теплее и теплее, хотя сегодня там довольно прохладно, минус 60, средняя температура. Дальше планеты-гиганты очень холодные, у них есть спутники, на поверхности тоже холодные, но вот что у них под поверхностью, об этом мы сегодня поговорим. Вода. Главный фактор жизни. Много ли ее на Земле? А вот смотрите, ее мало. По крайней мере, на поверхности Земли, если собрать всю воду из океанов, мы получим вот такой вот шарик. Но для муравья это, наверное, было бы много, ему и такого вот, росинки достаточно. Для нас это, в общем-то, небольшой запас воды. Есть тела в Солнечной системе, где пока по расчетам, но мы в них уверены, воды больше. Например, спутник Юпитера Европа, там подо льдом в океане полный объем воды больше, чем во всех океанах Земли. Титан, спутник Сатурна, там еще больше воды. Так что, когда мы думаем о том, где бы могла быть жизнь или где бы мы могли найти место для своей собственной жизни, надо думать и о небольших телах, где запасы воды могут быть вполне сравнимыми с земными. Объем зоны жизни. То есть, на любой планете мы можем выделить слой, в котором есть жизнь. Вот нам кажется, что это от поверхности Земли до там высоты, не знаю, 10 километров, где еще птички летают. Но это не так. Я вам говорил, под землей тоже есть условия для жизни. 3 километра в глубину, там еще условия достаточно приличные. Глубже, слишком жарко. Ну, зона жизни на Земле, это вот примерно там от 15 километров до минус 3. Ну, что-нибудь толщиной около 20 километров. Но на небольших телах, на Марсе, на той же Европе, объем зоны жизни сравним с земными. То есть, объем той области, где может быть жидкая вода и могут размножаться подобные нам существа. Так что Земля, на ней свет клином не сошелся, надо искать в Солнечной системе и другие места. Мы знаем, что в океанах, океаны большую часть Земли занимают жизнь, любят слой воды, который прогревается Солнцем. Вот все эти атоллы, густо населенные жизнью, они прогреваются Солнцем. В глубине океана жизни почти нет. Там холодно, там нет солнечного света, там, казалось бы, нечем питаться, нечем обогреваться. Но это не совсем так. Есть очаги жизни на океанском дне, которые находят в себе достаточно приличные условия. Это те места, где из подземной коры бьют горячие гейзеры, вырываются потоки горячей воды. Геологи называют это черными курильщиками. Обычно это на глубинах 2-3-4 километра на океанском дне. Там, где оно трескается, из-под земли, из горячих слоев поднимаются пары, и потом конденсируется вода. Ну, они действительно черные курильщики, потому что в этой выходящей горячей воде много растворено разных минеральных веществ. Они конденсируются, оседают, и похожи на такой трубочный дым, выходящий из этого жерла. Так вот, вокруг этих горячих и насыщенных минеральными веществами гейзеров теплятся такие микробиоцинозы. Они небольшие, размером 10-15 метров. В этой комнате они поместились бы. Но там полный круговорот жизни происходит. Микробы усваивают элементарные химические элементы. Червяки поедают микробов, рыбки, или там маленькие крабы червяков, рыбки крабов. В общем, такой круговорот жизни в этой локальной микробиосфере происходит. И вообще говоря, она почти никак не связана с нашей вот этой вот наземной или надводной биосферой. Она сама по себе. Это очень интересный факт. Чуть позже мы о нем вспомним. Есть еще одно или несколько мест на Земле, где мы предполагаем наличие такой самостоятельной ветви земной жизни. Это подледная жизнь. В Антарктиде. В Антарктиде подо льдом много озер. Но одно из них особенно привлекает. Это озеро Восток. Вот оно тут. Его даже видно немножко из космоса, такое вытянутое. По случаю оказалось, что одна из наших антарктических станций, станция Восток, как раз расположилась над этим озером. Случайно. Но раз уж так получилось, то с этой станции стали бурить лед, чтобы пробраться туда, в это озеро, и посмотреть, как оно там происходит. Потому что миллионы лет оно заперто ледяным куполом сверху. И если кто-то в этом озере остался, то он живет совершенно не ведая о том, как развивается остальная биосфера, мы с вами и прочие наземные существа. Два года назад пробились туда, просверлили этот почти четырехкилометровый слой льда. Взяли пробы, не пробы воды, правда, а пробы льда намерзшего из этой озерной воды. Сейчас его исследуют. Результаты пока противоречивые. Одни лаборатории наши, в основном питерские, говорят, что нашли там оригинальные формы жизни. Другие лаборатории пока помалкивают. Посмотрим, чем дело кончится. Во всяком случае, это шанс обнаружить, ну не то чтобы внеземную, но оторванную, отдельную, такой анклав жизни на Земле, который развивается по своим законам, запертый подо льдом. А я ведь говорил, что на многих спутниках планет тоже вода подо льдом, под толстым слоем льда. Так что если мы обнаружим в антарктических озерах жизнь, это может указывать на то, что и на некоторых космических телах, где океан под толстым слоем льда, тоже жизнь может процветать. Вот пока в этом... Когда-то это озеро было открытым, когда-то Антарктида была вообще теплым континентом. И там нормально все, как у нас тут развивалось. Потом она замерзла, потом выросла ледяная шапка. И те, кто в этих озерах был, они остались запертыми и, возможно, продолжают там развиваться, если на дне есть такие же теплые гейзеры, как те, что мы с вами видели, черные курильщики в Атлантическом океане. Там нелегко жить, в этих подлёдных озёрах. Давление высокое, но это не особенно страшно для морских существ. А вот при таком большом давлении количество растворённого кислорода в воде очень высокое. А кислород, вообще говоря, яд в больших количествах. И вот посмотрим, выжили ли там и приспособились ли там существа к такой странной форме, к таким странным условиям. Поговорим о запасной планете. Чего мы требуем от планеты, которая могла бы стать прибежищем своей жизни или, наоборот, подойти нам, как запасная? Во-первых, значит, надо обсудить, какие экстремальные условия позволяют на Земле существовать жизни. Во-вторых, поискать в Солнечной системе возможные места с такими же условиями. В-третьих, вариант, найти планеты у других звёзд, похожие на Землю. И совсем оригинальный вариант попытаться найти следы жизни в виде разумной. Неразумную жизнь трудно, она молчит, её надо как-то вот приборами искать. А разумная жизнь сама о себе заявляет, и в этом смысле есть шанс, что мы обнаружим проявление разума на больших расстояниях, что он сам даст о себе знать. Это тоже интересное направление поиска жизни в космосе. Что мы получаем из космоса? Как правило, небольшие твёрдые частицы регулярно влетают в атмосферу Земли. Мы их называем метеорами, когда они вспыхивают и сгорают. Но бывает, что они не полностью сгорают, если это достаточно крупный камень, пробивает атмосферу Земли, ударяет по поверхности, получается кратер. И тогда есть шанс в нём там найти какие-то осколки космического вещества и посмотреть, что они нам приносят. До сих пор мы обнаруживали метеориты двух типов – железные и каменные. Ну, железные нас не интересуют с точки зрения жизни. Понятно, что это переработанное вещество, что оно когда-то было в составе довольно крупных небесных тел, осело к их центру, и тут о жизни речи нет. А вот среди каменных метеоритов есть такие, которые никогда не входили в состав планет, никогда не переплавлялись, не проходили через жерла вулканов. То есть там могут потихонечку, миллиарды лет, сохраняться какие-то формы жизни, которые присущи для космических тел. Собственно, даже наши земные существа довольно, ну, не сказать, что легко, но способны переносить космические условия. Космос – это прежде всего радиация. Это перепады температуры, это радиация, это сухость. Так вот у нас на Земле даже есть такие, ну, скажем, вот это вот милое существо, тихоходка, оно маленькое, доля миллиметра, ну, не больше одного миллиметра, но она спокойно переносит условия космического полета, причем не внутри корабля космического, а снаружи, там, где вакуум, там, где радиация. Она засыхает, засыпает, а потом в приличных условиях, когда возвращается на Землю, оттаивает и начинает снова жить. То есть наши, казалось бы, очень ранимые формы жизни все равно могут выдержать условия космического полета. И не исключено, что к нам из космоса прилетают образцы в виде метеоритов, в которых мы тоже, возможно, обнаружим что-то живое или остатки хотя бы живого. Самые плодотворные, перспективные места для поисков метеоритов сегодня, это ледяные пустыни Антарктиды, где камней, в принципе, нет. Перебивает. И если вы в Антарктиде на ледяном куполе найдете камень, то с большой вероятностью он прилетел из космоса. Так и ищут. Метеориты сегодня просто мотаются по льду на снегоходах и тоннами-тоннами их собирают. Иногда попадаются очень интересные образцы. Вот в 1984 году был найден метеорит, который по составу камня, по составу газа, заключенного в небольших порах этого камня, почти на 100% прилетел к нам с Марса. В принципе, это возможно. На Марс падает большое тело, взрыв, в космос выбрасываются куски марсианской породы, некоторые могут долететь до Земли. Мы уже нашли около 70 таких образцов, которые претендуют на то, что они с Марса. Мы довольно хорошо сегодня знаем состав марсианской коры, атмосферы и можем судить. Но этот интересен тем, что когда его разрезали и посмотрели под электронным микроскопом, увидели вот такие колонии вот этих белых образований, назовем их червячками. Это, конечно, не червячки. Это окаменевшие, но имеющие форму бактерий, штучки, скажем так. А бактериями ли они были до того, как окаменели, об этом идет спор уже почти 20 лет. Одни палеонтологи, биологи утверждают, что это игра природы, что это геологическая такая структурка, а другие говорят, что нет. Это были колонии микроорганизмов, которые за миллионы лет проведенные в камне. Просто их органическое вещество заместилось минеральным, они стали такими каменными. Ну, у нас на Земле мы тоже часто находим окаменевшие образцы. Так вот, если метеорит с Марса, а это все-таки когда-то были колонии, вот еще одна такая штучка. А все больше и больше фактов, что это все-таки окаменевшие бактерии, потому что тут и следы жизнедеятельности рядом с ними обнаруживаются, то значит на Марсе была жизнь. По крайней мере была. Если она там сегодня, это вопрос. Но велика вероятность, что она была, по крайней мере, в прошлом. Поехали дальше. Теперь посмотрим подряд на несколько ближайших тел, и обсудим, какие там условия. Ближайшая к нам небольшая планета, Луна. Она спутник Земли. Но в целом эта планета, по всем своим физическим параметрам, это небольшая, но очень самостоятельная со своей историей планеты. Принято считать, что Луна – мертвое тело, что там никакой жизни нет. Но уверенности в этом не было. Конечно, когда мы смотрим на Луну в телескоп, мы не видим, чтобы там кто-нибудь бегал, прыгал. Но, надо сказать, в телескоп мы этого и не увидели бы. Дело в том, что с Земли даже самый хороший телескоп мы не различаем на Луне объектов мельче одного километра. Так что даже если бы там стада сайгаков бегали, мы бы этого не заметили. Но на Луне побывали роботы и люди. Они привезли оттуда сотни килограмм грунта. И в этом грунте не нашлось ничего живого. Правда, уверенности в том, что Луна безжизненная в период первых экспедиций, а это был 1969-1972 год, вот тогда летали экспедиции Аполлон, уверенности в этом не было. И когда космонавты возвращались с Луны на Землю, было опасение, что они там подцепили какую-нибудь лунную заразу, принесут ее на Землю, и тут вот начнется эпидемия лунной лихорадки какой-нибудь. Поэтому, когда они прилетали, ну, они вот садились на парашютах в океан, их оттуда доставали из этой кабины космического аппарата, их тут же переодевали в костюмы биологической защиты и прятались сразу в камеру для прохождения карантина. И первые экспедиции, возвращавшиеся с Луны, реально проходили трехнедельный карантин, чтобы убедиться, что они ничего оттуда, никакой заразы не привезли. Вот это первые Армстронг, Олдрин и Коллинз, первые трое, вернувшиеся с Луны, а это президент США тех лет, Никсон, он их приветствует, но они, значит, вот три недели отсиживались в карантине. Но в конце концов убедились мы, что на поверхности Луны жизни нет, и она в этом смысле... Ну, это их возили в таком виде по штатам, люди приветствовали их, а космонавты, астронавты сидели в карантине. Сегодня мы знаем, что на поверхности Луны жизни нет, но это не значит, что ее нет под поверхностью. Под поверхностью Луны условия достаточно приличные. Если вы прилетите и выроете там землянку, глубиной метр-полтора, то не будет перепадов температуры, которые характерны для поверхности Луны. Днем тут плюс 120, ночью где-то минус 150. То есть перепады сильные, и воды нет, и сухой, и атмосферы нет. Но под поверхностью Луны в среднем где-то минус 40, и днем, и ночью, и зимой, и летом. Ну, там зимой и летом не бывает. Минус 40 не страшно. А поглубже еще и потеплеет. Так что Луна вообще говоря способна... Да, мы там воду нашли. Теперь мы знаем, что в породах Луны есть небольшое количество воды. Это, в общем, все, что нужно для жизни. Так что вопрос о жизни на Луне не закрыт. Просто ее надо искать в глубинах, а не на поверхности. Тел, подобных Луне в Солнечной системе, много. Мы каждую ночь... Ну, мы это астрономы всего мира. Мы каждую ночь открываем примерно 300 новых объектов в Солнечной системе. Вот статистика открытий. Растет, растет, растет. И не думает останавливаться. Сегодня более 700 тысяч небольших объектов в Солнечной системе обнаружено. Это астероиды обычные. Размером там 10 километров, 100 километров. Такого характерного размера. Поверхность их напоминает лунную. Но мы пока не знаем, что у них внутри. Ни к одному астероиду руки еще не прикладывали. Так, чтобы серьезно его изучить. К некоторым подлетали. Вот эти снимки сделаны с близкого расстояния, потому что зонды пролетали мимо, либо иногда даже садились на поверхность астероидов. За всю историю только с одного из них, вот с этого, привезли образцы на Землю. Взяли чуть-чуть с поверхности, несколько песчинок. Это японский аппарат туда летал. И привез на Землю. Мы исследовали. Конечно, никаких живых организмов там не нашли. Вот этот аппаратик японский. Вообще про японскую космонавтику мало что известно. Я думаю, немногие знают, что Япония довольно активно занимается космическими исследованиями. Людей они не запускают, а роботов вовсю. За всю историю только с одной кометы доставили на Землю образцы вещества. К ней, это была комета Вильд-2, подлетел американский аппарат Стардаст и специальной ловушкой собрал пылинки, которые летят с этого испаряющегося айсберга, чем и является комета. Это не что иное, как большой кусок льда, который нагрет солнцем и выбрасывает из себя газы в виде хвоста такого кометного. Вот собрали несколько пылинок, привезли на Землю. Они тоже безжизненные, конечно. Было бы странно, если бы там была жизнь. На поверхности там радиация такая же, как в космосе. А изнутри комет пока никто ничего не добывал. Теперь о планетах больших. По порядку, от Солнца. Ближайшее к Солнцу Меркурий. Очень похож на нашу Луну. Внешне почти неотличим. Но все-таки он оригинален. К нему не так давно подлетал космический аппарат. Несколько лет работал вокруг него. Это американский мессенджер. А вот так выглядит Меркурий, если контраст цвета усилить. Для нашего зрения он довольно серый, но если усилить контраст цвета, он становится уже поинтереснее. Видно, что разные породы на его поверхности. Любое безатмосферное тело, оно подобно Луне. Это кратеры, кратеры, кратеры метеоритные. Сухая поверхность. Но вот у Меркурия интересная вещь нашлась. То, чего на Луне нет. В некоторых кратерах обнаружилось темное вещество. Пока никто его руками не трогал. Вообще на поверхность Меркурия пока никто не сажал аппараты. Но по цвету, по черноте, оно очень сильно отличается от лунных и меркурианских пород. Такое темное, как говорят геологи, бывает только среди углеводородов. Мазут, нефть, такого типа вещество. Ну а это органика. И мы пока не знаем, откуда из недр Меркурия вот это вот темное, скорее всего, такого нефтяного состава вещество изливается. Что у него там внутри? На поверхности Меркурия тоже неблагоприятно. Днем до плюс 430 градусов температура поднимается. Ночью до минус 200 с лишним опускается. Но под поверхностью Меркурия, на глубине 1-2 метров, если вы зароетесь туда, температура и днем, и ночью одна и та же примерно 65-70 градусов выше нуля. Жарковато, но не фатально. Ну что, 65 градусов в бане вам, в сауне. Даже горячее бывает. Мы там не сразу погибаем. А поэтому для жизни это условия достаточно привычные. Многие наши термофильные микробы вообще любят такую температуру. Любят размножаться при такой температуре. Так что под поверхностью Меркурия жизнь надо искать, пока этого никто не делал. Вторая планета от Солнца, Венера. Она очень похожа на Землю. Внешне ее вообще от Земли не отличить. Размер, масса, все как у Земли. И главная атмосфера, даже более богатая, чем у Земли, вся затянута облаками. Мы никогда сквозь облака не видим поверхность Венеры. Мы видим только облачный слой. Надо было посадить на нее аппараты, чтобы посмотреть, что там на поверхности. Сажали. Это была целая такая эпопея полетов на Венеру, в основном советских. Вот такого типа аппараты многократно наши отечественные садились на Венеру и работали некоторое время, но недолго. Потому что оказалось, что внизу на поверхности очень жарко. Почти плюс 500 градусов. Это как стали плавильной печь почти. Ну и такой даже защищенный толстым слоем тепловой изоляции, такой небольшой зонд, ну может там от силы 2 часа проработать. Потом он нагревается, и электроника там выходит из строя. Но за 1,5-2 часа работы мы все-таки получили оттуда фотографии поверхности. Температуру измеряли, газовый состав. Атмосфера Венеры, к сожалению, очень противная. Это почти чистый углекислый газ. Для нас это яд. Вот так сегодня эти... В те годы, когда исследования проводились, в наших газетах публиковались только вот такие не очень внятные панорамы. Но сегодня используют цифровую технику, их можно переобработать. Почему-то американские наши коллеги этим занялись. Вот у нас не хватило на это времени. И сегодня мы видим те же самые участки, где садились наши аппараты, уже в более привычной перспективе, в более мягком, малоконтрастном изображении. Но, конечно, никаких следов жизни там незаметно. Да и маловероятно, что при температуре 500 градусов наши органические... Ну, наша вообще жизнь там, конечно, не способна существовать. Но биологи говорят, что можно так в фантазиях представить формы жизни, на основе фтора, может быть, которые переносят такую высокую температуру. Но пока это только разговоры. Никто ни в лаборатории не находил возможности такие молекулы создать, теплоустойчивые. Ни в природе не находил. Я перепрыгиваю через Землю и Марс. Ну, о Земле мы все знаем. Про Марс чуть позже. И немножко про планеты-гиганты расскажу. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре газовых гиганта. Сами они очень не приспособлены для жизни. Там и поверхности нет твердой. Это море газов и море жидкости. И там даже нет поверхности. Ну, недостижима она. Но у них есть спутники интересные. Вот, например, у Юпитера целое семейство спутников. Причем четыре. Такого же размера. Чуть больше, чуть меньше, чем наша Луна. И они очень интересны. Каждый из них по-своему интересен. Вот, например, общая фотография четырех крупнейших спутников Юпитера и нашей Луны в одном масштабе. Вы видите, они крупные. Наша Луна очень большая. И эти тоже немаленькие. И они каждый по-своему интересен. Про эти два я сейчас расскажу. Это Ио и Европа. Ближайший и второй по расстоянию от Юпитера спутники. Ну, во-первых, цвет. Совершенно необычный, невероятный, яркий, оранжевый цвет. Наша Луна больше всего на асфальт похожа. Серая, темная такая. А тут прямо апельсин. С чего бы это? Оказывается, на поверхности Ио действуют десятки мощнейших вулканов. Да их тут просто видно. Вот они. Раз вулкан, два вулкан, три вулкан, четыре. Ну, их там около 60. Они очень сильные. На Земле мы таких мощных никогда не видели. То есть, этот спутник буквально расплавлен внутри и пышет жаром. И в каком-то смысле он напоминает дно наших океанов. Потому что между вулканами холодно. Вот замерзший газ. А у жерла очень горячо. Ну, вроде как у черного курильщика на дне океана. И всегда можно найти где-то температуру, благоприятную для той или иной формы жизни. Так что вот такие условия, они позволяют, по крайней мере, небольшие ареалы на поверхности найти условия, в которых близки к земным. Правда, там радиация высокая. Это да. Очень высокая. Просто зашкаливает. Ио движется в радиационном поясе Юпитера. И там совершенно сумасшедшая радиация на поверхности. Но уже под слоем грунта толщиной 5-10 метров радиация не чувствуется. И там вполне можно было бы приспособиться. А вот посмотрите. Это сильно увеличенный снимок. За горизонтом работает один из вулканов. Он выбрасывает из себя все, что обычно вулканы выбрасывают на высоту 300 километров. Мы таких на Земле, конечно, никогда не видим. А вот второй спутник от Юпитера, Европа, он просто кажется биологом надежным местом для развития жизни. Он холодный. Снаружи он покрыт ледяной корой, вроде нашей Антарктиды. И, судя по расчетам, кора толстая, километров 20-25 толщиной. Но под ней океан жидкой воды, очень глубокий, порядка 100 километров глубиной. Вода жидкая, соленая. Один к одному наша морская вода. И биологи очень надеются когда-нибудь копнуть, достать эту воду и посмотреть, какие формы жизни, если они есть, могли бы там быть. Мы видим трещины в этом ледяном куполе, но они обычно закрыты. Мы никогда не видели. Мы – это, значит, те космические аппараты, которые там рядом работают. Вот сейчас… А, ну сейчас в системе Юпитера нет космических аппаратов. На предыдущие 10 лет там летал американский аппарат Галилео, и он эти снимки передавал. Обычно эти трещины закрыты, и мы не получаем оттуда воду. Хотя по расчетам воды на Европе подо льдом больше, чем во всех наших океанах вместе взятых. Но иногда они, конечно, открываются. И даже один раз мы увидели, как это происходило. Полтора года назад космический телескоп «Хаббл», который вокруг Земли летает, работает, увидел выброс воды из трещины во льду этого спутника. Ну, выброс был недолгий. Несколько недель поработал этот гейзер, и закрылась опять трещина. Мы не успели им воспользоваться. Ну, раз видели один раз, то бывает, значит, регулярно. И надо просто подгадать момент, когда эти фонтаны будут работать, подлететь, взять пробы воды и посмотреть, есть ли там жизнь. Насчет радиации я уже говорил. Четыре спутника Юпитера, вот Ио, Европа, Ганимет и Калиста. А это цифры, которые показывают дозу радиации дневную. Ну, сразу вам скажу, что вот на поверхности Ио человек бы оставался живым примерно 15 минут. Там страшное облучение. Ну, на Калиста можно недельку, а то и около месяца оставаться живым. Ну, в общем, тоже перспектива малоприятная. Поэтому люди вряд ли когда-то попадут на поверхность этих спутников, но роботы вполне могут там работать, они переносят радиацию лучше, чем живые существа. Сатурн. Самая красивая планета в Солнечной системе. И у него тоже есть семейство спутников. Ну, про кольца Сатурна я не буду рассказывать. Это красиво, но сейчас не имеет отношения к теме нашего рассказа. А вот спутники имеют. И в системе Сатурна несколько привлекательных спутников, ну, в смысле возможностей жизни на них. Например, вот этот спутник Энцелад. Он небольшой, 500 километров в поперечнике. Он тоже покрыт ледяным куполом. И этот купол в южной части, вот здесь на юге, имеет по крайней мере четыре мощных трещины, которые уже несколько лет открыты. Мы наблюдаем это дело. И из них хлещет вода. Когда космический аппарат залетает за ночную сторону спутника, то в контровом свете, то есть Солнце сейчас нам в лицо светит, мы видим эти водяные фонтаны. Ну, они как вода выплескиваются, а потом, конечно, тут же замерзают в снежинки, превращаются в льдинки, дальше летят уже в твердом виде. Но это вода, которая выплескивается из подледного океана Энцелада. К сожалению, тот космический аппарат, который сейчас летает в системе Сатурна, он не имеет биологических сенсоров. Он не может проверить, а есть ли в этой воде жизнь. Он несколько, два раза пролетел прямо через эти фонтаны и взял пробы воды. Проверил вода, солоноватая вода. Но он не может микроорганизм там искать, для этого нет приборов. Уже следующий полет в систему Сатурна, конечно, будет с биологическими приборами, чтобы проверить наличие жизни в этой воде. Второй интересный спутник Сатурна и вообще удивительное тело, гигантский, самый большой в Солнечной системе спутник, Титан. Это натуральная планета. Он всеми признаками большой планеты обладает, включая атмосферу. Видите эту голубую оболочку? Это его атмосфера. И что самое удивительное, она почти не отличается от нашей земной. Кто мне скажет, каким газом в основном наполнена эта аудитория? Азот 78% азота. Умница. 78% азота. Остальное кислород и всякое там всячина. Азот. Мы дышим с вами азотом. Ну, для нас он просто инертный газ. Нехорошо, неплохо. Так вот, атмосфера Титана – это почти чистый азот. Единственное тело, кроме Земли, обладающее азотной атмосферой. Правда, кислорода там нет. Что плохо. Но, по крайней мере, не отрава для нас, не углекислый газ, а все-таки азот. Туда за всю историю космонавтики один раз все-таки сбросили вот этот зонд, который на парашюте опустился, лег на грунт и пару часов поработал. Кое-что нам показал. Еще спускаясь на парашюте, он сделал интересные снимки. Вот это с высоты примерно 8 километров снят кусочек поверхности Титана. Это облака. А из чего там могут быть облака? Температура очень низкая. Сатурн и его спутники далеко от Солнца, там холодно. Минус 180 градусов. Водяными облака быть не могут. Вода там лежит льдом на этом теле, а еще могут быть облака. Оказалось, из метана. CH4 метан. А метановые облака. А вот это что? Похоже на русло реки. Что течет в реке, если вода там при минус 180 льдом лежит? А? А как, наверное? Углема дороги, конечно. Метаны течет. Что в облаках, то дождем и выпадает, и рекой течет. Метановые реки. Ледяные берега. Вот он так там сидел. Ну, это, конечно, картинка. А это единственная фотография с поверхности титана, которую передал этот зонд. Но ничего интересного мы на ней особенно не видим. А гораздо более интересное мы видим по съемкам из космоса. О, перескочил. По съемкам из космоса мы видим на полюсах титана, на северном и на южном, огромные озера, наполненные жидким метаном, этаном, пропаном, бутаном, в общем, углеводородами. И биологи говорят, что метан – это вообще не худшая жидкость для жизни. Ну, не вода, конечно. Но, в общем, как растворитель он тоже годится для многих реакций химических. И могли бы быть формы жизни, которые плавают в метане и дышат им, и каким-то образом существуют. То есть перспектива найти уж совсем оригинальные формы жизни на титане есть. Это что касалось планет Солнечной системы. Теперь давайте посмотрим вдаль. А кроме нашей звезды есть еще и другие. Когда мы смотрим на небо, фотографируем в телескоп, мы их видим миллиарды, но, к сожалению, понимаем, что обнаружить рядом с далекой звездой маленькую, еле светящуюся турскую планетку невероятно сложно. Астрономы много лет даже не мечтали этого сделать, потому что, ну как, звезда яркая, она ослепляет вас, она заливает своим светом всю окрестность свою, и там где-то рядом с ней нащупать маленькую планету, это все равно, что вот смотреть на яркий фонарь, ну, в данном случае на маяк, и думать, а есть ли там что-то рядом слабосветящееся с этим фонарем? Да, он нас ослепил, он не позволяет увидеть слабосветящиеся объекты. Если его потушить, тогда можно там заметить что-то маленькое и тусклое, даже можно понять, что это такое. Но такая же ситуация с поиском планеты. Оказалось, что косвенные методы для поиска планет удалось придумать. Как? А вот как. Вот, скажем, звезда, огромное массивное горячее тело, а рядом с ним бегает маленькая планетка. Пусть мы ее не видим, но мы можем понять, что она есть, если будем следить за движением самой звезды. Они обе обращаются вокруг общего центра масс. И звезда тоже ерзает, потому что рядом с ней бегает планета. Чем более массивная планета, тем сильнее колышется и сама звезда. Давайте смотреть на звезду тогда, чтобы узнать, есть ли рядом с ней планета. Можно делать это двумя способами. Первый способ такой. Наводим телескоп на звезду и следим за ее спектром. Ну, я знаю, тут есть гуманитарии, правда? И слово спектр вряд ли для вас родное. Но это когда цветная полосочка с помощью призмы из белого света получается. Ну, в школе, может быть, помните, физика был такой предмет. Надеюсь, там показывали, как получается спектр. В нем есть темные линии, оставленные химическими элементами разными. Так вот, по движению этих линий, а их движение отражает движение звезды, так называемый эффект Доплера. Звезда удаляется от нас, линии в красную сторону спектра смещаются, приближаются к нам в синюю. Вот по этим периодическим движениям мы можем понять, ага, звезда колышется. А что это она колышется? Значит, рядом с ней планета летает. И даже понять, какой массы эта планета, на какой она орбите, с каким периодом обращается. Второй метод, тоже косвенный, состоит в том, чтобы смотреть на звезду и регистрировать ее яркость. Если планета регулярно проходит перед своей звездой, она немножечко затмевает ее. И тогда, в периоды этих микрозатмений, яркость звезды немножко уменьшается. Это тоже нам расскажет о присутствии планеты. Вот двумя этими способами в основном к сегодняшнему дню открыли несколько тысяч планет у других звезд. Более двух тысяч. Самый продуктивный в этом смысле оказался американский телескоп космический, Кеплер. Он три года очень интенсивно работал, открыл несколько тысяч планет. Ну и наземные методы тоже работают, но в космосе как-то это все эффективнее происходит. Среди всех тысяч обнаруженных у других звезд планет, мы эти планеты называем экзопланетами, ну то есть внешними планетами. А некоторые похожи на Землю. Вот Земля и Венера как бы они выглядели, а рядом с ними нарисованы, это, конечно, не фотографии, нарисованы планеты, открытые космическим телескопом Кеплер, и они по размеру практически такие же, как Земля и Венера. Значит, они могут атмосферу рядом с собой держать, они не гиганты, по многим параметрам они похожи на Землю. Единственное, что осталось проверить, а условия-то там похожи на земные, климат похож, то есть находятся ли они в зоне жизни своей звезды. Оказывается, есть и такие. Среди всех землеподобных планет есть такие, которые, ну здесь нарисованы наше Солнце и наша зона жизни, и наши эти планеты, которые в ней. А это звезда с планетами Кеплер-22, она немножко, сама планета побольше наших, ну не намного больше, и она тоже в зоне жизни своей звезды. То есть и такие тоже обнаружились. Сегодня их довольно много, несколько десятков планет, претендующих на то, что они копии Земли. Копии и по размеру, и по массе, и по условиям на поверхности. Осталось только проверить, а есть ли на них жизнь, а как это сделать? Мы же их порой даже не видим, эти планеты, а если видим, они точечки для нас. Ну, биологи предлагают такие проверочные тесты, биомаркеры. Искать в спектре звезды химические линии тех элементов, которые у нас на Земле тоже говорят о наличии жизни. Ну какие это элементы? Кислород нам нужен для жизни, вода нужна. Они в спектре оставляют свои линии. Углекислый газ как продукт и метан как продукт жизнедеятельности. Метан – это надежный такой индикатор, что, по крайней мере, микробная жизнь на Земле есть. Микробы выделяют метан, но вот это болотный газ, там, когда гниение происходит. Или у коровы в животе микробы активно работают, и корова тоже выделяет метан. Ну, не только корова, человек тоже. Вот все эти в сумме биомаркеры могли бы нам подсказать, что на этой планете, наверное, есть жизнь подобная земной. Теперь я вам немножко покажу, где, собственно, и кто всеми этими делами занимается, где работают астрономы. А то я все рассказываю, а о своей профессии ни слова. Есть на Земле несколько мест, где условия наблюдения космоса почти идеальные. Именно оттуда в первую очередь пытаются исследовать экзопланеты и искать там жизнь. Вот одна из таких площадок очень хороших, это на севере Чили, в Андах. Такое очень сухое место, буквально пустыня, ничего там не растет. А это очень важно. Если воздух сухой, то он прозрачный и хорошо видно сквозь атмосферу. Это Европейская Южная обсерватория. Европиан-Фаузен-Абзоветри. Такой колхоз научный, где все западноевропейские страны, да и уже и восточноевропейские, поставили свои телескопчики и коллективно исследуют Вселенную. А вот, пожалуй, самое престижное место для астрономических наблюдений, это вершина горы бывшего вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Высота больше 4 километров. Воздух уже там прозрачный, разреженный над головой. И там стоят крупнейшие телескопы. Вот эти два. Вот так они выглядят. Крупнейшие, самые эффективные телескопы в мире, которые пытаются эти исследования проводить. Но все-таки нам не хватает мощности современных инструментов. Звезды мы видим хорошо, а хилый, слабенький свет планет у этих звезд почти не можем регистрировать. А нам надо еще его и растянуть в спектр, чтобы найти там линии химических элементов. Не хватает размера телескопов, то есть площади объективов, чтобы собрать достаточно света. Поэтому сейчас строится новый супергигантский телескоп, там же в Чили, на севере Чили, диаметром 40 метров. И на него большие надежды. Он сможет увидеть экзопланеты многие, получить их спектр. Это будет лет через семь. И мы тогда попробуем найти признаки жизни в атмосферах этих далеких планет. Пока мы пользуемся такими как бы комбинированными инструментами. Вот один из очень удачных, двойной телескоп в США, в Аризоне работает. И он позволяет начать такие работы. Но все-таки мы ждем окончания строительства 40-метрового телескопа, чтобы взяться за это дело серьезно. Теперь я вам обещал, мы вернемся к Марсу. Марс – это отдельный рассказ. Марс – это очень перспективная запасная планета. Почти вторая Земля. Он небольшой, вдвое меньше нашей Земли. Но, тем не менее, он держит атмосферу. Вот видны там облака в атмосфере. У него есть полярные шапки. То есть, есть замерзшие газы. Что это такое? Вопрос сложный. Видимо, там и вода есть замерзшая, и углекислый газ есть замерзший. Но, по крайней мере, это указание на то, что лед водяной на этой планете тоже есть. В середине 70-х на Марс стали посылать космические аппараты, чтобы попытаться найти там жизнь. В 76-м году туда сели два американских зонда. Викинг-1 и Викинг-2. Вот такие. И они несколько лет на поверхности Марса искали жизнь. Они брали специальным манипулятором пробы песка с поверхности, разными методами биологическими его анализировали, но никаких признаков микробной жизни там не обнаружили. Сегодня мы понимаем, что эта затея была, в общем, обречена на провал, потому что на поверхности Марса, кроме того, что воды там нет, атмосфера разреженная. Но главная опасность для жизни это радиация. Очень разреженная атмосфера Марса полностью пропускает космические лучи к поверхности. И там уровень радиации такой, что человек в течение года практически уже оказывался облученным серьезным. Лучевую болезнь бы получил. А значит, микроорганизм там тоже долго не выжит. Несколько лет могли бы, но не выжит. Так что Марс на поверхности, конечно, стерилен. Тут мы уже убедились, что там жизни нет. Другое дело под поверхностью. Во-первых, надо было убедиться, что под поверхностью есть вода. Убедились, есть. Вот этот небольшой аппарат Феникс опустился в районе полярной шапки, копнул, у него такой манипулятор был с ковшиком, покопался и нашел водяной лед. То есть он прямо под песком на небольшой глубине, там 10-15 сантиметров, он лежит, вода замерзшая, ну это полярные области, там холодно. Вообще на Марсе холодно. Минус 60 среднегодовая температура. По ночам там и минус 120 бывает. Но днем на экваторе бывает плюс 10, плюс 15, вполне, как сегодня в Москве. Вполне нормальная для жизни температура. Вода есть, как вы видите, но с тех пор с середины 70-х на Марс никто не посылал биологические приборы. Летали только геологи. Вот уже 13-й год по Марсу бродит марсоход Opportunity. Очень надежная машина оказалась. 13-й год без ремонта. У него гарантийный срок был 3 месяца, а он 13-й год работает. Но это геолог, у него только геологические приборы на манипуляторе. А он камни исследует, песочек исследует. Значит, первый марсоход был совсем крошечный, такой Соджорнер. Потом эти самые Opportunity и Spirit два вот таких полетели. А два года назад на Марс опустился совсем тяжелый марсоход Curiosity, и он там уже отмахал 40 километров, много чего исследовал, но это тоже геолог. Все, что по поверхности бегает, нет смысла туда биологические приборы ставить. Мы знаем, что поверхность стерильна. Они геологией занимаются очень успешно. Вот такая большая машина Curiosity, просто-таки огромная. Ну, одни только колеса диаметром 21 дюйм, кто понимает. А источник питания, вот тут ему в корму перед полетом вставляют ядерный реактор небольшой, и он будет десятки лет вырабатывать ему электричество, так что эта машина долгоиграющая. Но в смысле поиска в жизни она почти никаких результатов дать не может. Есть там кое-какие приборы, но в общем они не совсем биологические. Зато он напичкан видеокамерами и другими. Кстати, тут на борту есть наш один российский прибор небольшой, который под грунтом ищет воду. И неплохо ее находит, кстати. Мы от него не ожидаем каких-то сверхъестественных результатов, хотя как геолог он очень полезен оказался. Вот карта Марса, полная карта, за исключением Южного полюса, и все места посадок туда отмечены. В основном это марсоходы. А кстати говоря, первый аппарат, успешно опустившийся на Марс был наш отечественный, тогда советский, Марс-3, вот этот вот. Еще в 71 году он туда сел, мягко сел, начал работать, но почему-то через 10 секунд отключился. Мы так ничего от него и не получили. Остальные удачные попытки принадлежат пока американцам. Вот сюда сел этот самый Opportunity, вот в этот кратер, простите, Curiosity, в этот кратер, вблизи марсианского экватора опустился. Кратер очень интересный, он 50 километров в диаметре и очень глубокое дно у него. Цветом тут показано дно, голубое значит глубокое. И была надежда, что раз такой глубокий кратер, может быть озеро там когда-то было. И надежда оправдалась, действительно там было озеро когда-то. А в центре торчит гора, ну и конечно геологи мечтают загнать этот марсоход на гору и там ее исследовать. Вот сюда предполагалось посадить аппарат. Это было технически очень непросто, потому что все остальные предыдущие марсианские аппараты они просто на парашюте опускались на поверхность планеты. А парашют летит куда ветер дует и прицельно не посадишь. Поэтому когда была выбрана небольшая площадка для посадки на ровное место то надо было новый способ придумать его придумали вот надо было сюда его посадить потом для него нашли пути такие долины по которым он на вершину горы может забраться но пока ему далеко еще до вершины он только-только вот сюда начал подниматься но как попасть прицелиться вот сюда он перелетал в закрытом коконе таком влетел в атмосферу Марса тормозился сначала своим щитком в атмосфере горел этот самый щиток потом выпустил парашют но уже на высоте нескольких километров парашют был сброшен и из-под него вылезло вот это вот реактивное устройство реактивная платформа которая под собой несла марсоход и она точно по командам принесла его туда куда надо на намеченное место для посадки и мягко ну не очень мягко правда но в общем посадила сама отлетела упала в стороне вот теперь он там работает вот здесь он сел тут платформа упала тут парашют упал ну занимается тем же чем все вы в основном занимаетесь селфи делает у него там много видеокамер в том числе и на конце руки механической но главное он конечно исследует геологический состав пород вот он уже тут копается песочек камни берет машина мощная но ждать от нее открытия в биологической области вероятно не стоит а вот с земли глядя в телескоп на марс мы уже кое-что там обнаружили вот это пятно в атмосфере марса это то место где мы нашли следы метана в атмосфере ну и что скажете ну метан где только его нет а дело в том что атмосфера марса прозрачная она вся пронизана солнечными ультрафиолетовыми лучами и метан очень быстро разрушается солнечным ультрафиолетом если мы его видим в атмосфере значит там есть его источники что может быть источником метана у нас на земле это либо вулканы но на марсе нет вулканов он холодный либо жизнедеятельность микроорганизмов вот это и привлекает если мы видим метан в атмосфере марса то возможно это продукт жизнедеятельности микробов которые там под поверхностью живут а как под поверхность проникнуть к этот самый кириоси он на свою гору сейчас лезет ему не до этого да и не умеет он копаться под поверхностью вот его задача это вот эти слои геологические исследовать что он и делает очень успешно а оказалось что под поверхность проникнуть можно и для этого никакую бурильную установку не надо тащить на марс мы с орбиты глядя на марс сверху обнаружили там такие колодцы вертикальные пещеры которые ведут вглубь планеты насколько глубоко и куда они ведут мы пока не знаем эти колодцы вроде наших карст вот так одна из них выглядит вот такие провалы мы на земле так к ним привыкли их часто находим на земле карстовые воронки карстовые провалы вот одна из пещер где мне удалось побывать это во франции пещера подирак смотрите как жизнь любят пещеры на поверхности земли там кроме туристов никого нет а жизнь в пещере она просто благоухает там и влажность выше и нет колебаний температуры а на марсе еще и радиации нет потому что внутри пещеры не протекает не проникает радиация вот в этой пещере подирак когда спускаешься в колодец метров 70 глубина там потом идет горизонтальная мы надеемся что и на марсе та же история вот одна из марсианских этих вертикальных пещер она огромная диаметром со стадион в лужниках 150 метров вопрос только как туда проникнуть марсоход туда не может спустить как он туда спустится мы разных роботов умеем делать но никто еще не придумал роботов-спелеологов которые умеют лазить по пещерам на земле просто в пещеру спуститься прыгнул с парашютом например или на веревочке а роботы этого не умеют так что марс интересная очень планета смотрите какие пейзажи марса или вот этот пейзаж не вдохновляет вас а вот именно что за палочки кустики я бы даже сказал ну да а кто его знает это все снимки с орбиты вот что оно там под песком так что планета крайне перспективная туда надо летать и летать но только не людям желательно а роботам роботы дешевле надежнее много лет работают не просят ни пить ни есть ни дышать и конечно надо все исследовать а робот который в ближайшее время туда полетит будет наш совместный с европейцами вы знаете на днях первый этап эксперимента экзомарс успешно начался наша ракета повезла на марс первые аппараты это очень долгожданный момент потому что мы 30 лет вообще никуда никаких космических аппаратов не запускали ни к одной планете к марсу почти 40 лет и наконец-то снова начали этот проект вообще-то был американо-европейский но американцы вышли из него со своими деньгами но у них тоже в общем на все не хватает европейцы оказались не способны его закончить тоже фонды фонды нужны и мы вошли в эту компанию и теперь вместе с Европой запустили первый аппарат он с орбиты будет метан в атмосфере исследовать а в 18-м году полетит вот такой марсоход его особенность это бурильная установка вот это вот и он уже сможет ковырять марс на глубину примерно в 2 метра 2 метра это уже неплохо 2 метра грунта защищают от радиации довольно хорошо есть надежда что он что-то там наковыряет собственно дальше я наверное уже не могу говорить надо заканчивать хорошо мы тогда на вопросы их оставим я просто хотел вам показать что я книжку несколько лет назад написал она есть в сети можно не покупать она там премию выиграла ее в хорошем виде выложили в сеть тут конечно намного больше написано в этой книжке чем я успел рассказать ну а сейчас я свет зажгу я специально немножко ускорил рассказ чтобы послушать вас не все еще спят и а может быть какие-то вопросы у вас родились и мы их обсудим почему у Юпитера высокий радиационный фон планета гигантская в 300 раз больше Земли по массе магнитное поле фантастически мощное и оно захватывает все что летит в Солнце в виде радиации и останавливает и насыщает область вокруг себя у Земли кстати тоже радиационные поля радиационные пояса очень мощные и туда космонавтам запрещено соваться а у Юпитера еще более мощные ну большая планета у нее все больше в том числе и радиации вокруг нее да у любой планеты имеющую магнитное поле радиация вблизи мощная там накапливаются протоны электроны быстрые а это и есть радиация радиация не что иное как быстрые заряженные элементарные частицы ну либо гамма ну гамма-кванты не задерживаются естественно они летят себе и летят а заряженные частицы в магнитном поле могут остановиться и начать дрейфовать вокруг планеты их там накапливается очень много у нас на Земле их тоже очень много поэтому космонавты наши никогда не высовываются выше там 400 километров над Землей где летают космонавты в очень узком слое от 350 до 400 километров над Землей все это то место где радиация более или менее еще неубийственная а ниже атмосфера упадешь а выше радиация радиационные пояса и вот тоже мы связаны этим а на Юпитере это еще хуже да это вы имеете ввиду Mars One который ну ну раз вы задаете этот вопрос понятно что и вы сомневаетесь в их перспективах понятно мне кажется надувательство вот это сложно что значит надувательство а то что там многие люди которые прошли да они никуда не это понятно они никуда не полетят да но надувательство ли это в полном смысле а можно сказать это просветительский проект они вот возбудили интерес к Марсу они заставили людей там готовиться физически к этому делу десятки тысяч людей тренируются готовятся к полету конечно они никуда не полетят дело в том что полет в космос крайне дорогостоящая вещь например полеты на Луну а их всего-то было там 6 удачных экспедиций а до Луны всего-то лететь трое суток в одну сторону вся эта компания значит полетов весь проект Аполлон обошелся в 25 миллиардов долларов каких долларов середины 60-х годов сегодня это было бы примерно ну где-то около 200 миллиардов долларов это полеты на Луну она рядом за порогом полеты на Марс раз в пять дороже встанут это значит триллион долларов а у Марс Ван всего несколько десятков миллионов а кто это финансировал а это небольшое начальное было а насчет целей кто его знает это никто не признается какие были цели но а потом собрались желающих участвовать они же вносили свой пай не очень большой но собралось несколько десятков миллионов долларов но это не те деньги на которые даже одного робота на Марс запустить это это совсем это шуточный эксперимент но он возбудил интерес видите мы говорим о нем да мы так сказать поговорить есть о чем но полета конечно не будет это факт есть более осуществимые проекты например был такой ну есть такой человек Денис Тита это первый космический турист первый миллионер который за свои деньги купил билет на международную космическую станцию слетал туда неделю поработал а он уже старенький он сам в космос больше не может но у него деньги по-прежнему есть и он решил отправить к Марсу экспедицию из двух человек в облет без посадки это намного дешевле на это способны уже современные наши ракеты ну наша ракета протон например могла бы их туда запулить он думает что это должна быть семейная пара там муж с женой специалисты широкого профиля ну а как полтора года туда-обратно вот и это осуществимый эксперимент и он готовится к нему и вот тут все в паре они прилетят конечно сильно облученные если вообще живые но всегда находятся люди желающие рискнуть ну а на Эверест идут тоже там через раз погибают но сами же идут никто их туда не толкает так что и в такую экспедицию найдутся желающие полететь ну а вдруг живые вернутся тоже хорошо прославятся первые межпланетные перелетчики вот это нормально это по финансам осуществимый эксперимент его можно ожидать а Марсуан даже и ожидать от него нечего пожалуйста погромче можно не могли бы рассказать как измеряется яркость звезд яркость а вы разве глазом не ощущаете что они разной яркости одни поярче другие послабее светятся а вот что да это действительно проблема планета маленькая звезда большая когда планета проходит на фоне звезды она закрывает микроскопическую долю ее диска между прочим на днях такое произойдет в нашей солнечной системе Меркурий наша планета будет проходить на фоне солнца и можно посмотреть это редко это очень редко бывает 9 мая это как раз будет если будет ну хотя бы один раз левым посмотрите еще правый останется у вас живым нет ну конечно на солнце смотреть не надо в бинокль просто спроецируйте изображение солнца на белый лист бумаги спокойно смотрите вы увидите как проходит да надо очень точно измерять яркость звезды чтобы заметить вот это микроскопическое потемнение это нелегко но мы это умеем из космоса это легче делать атмосфера не мешает с земли немножко сложнее колебания яркости звезды еще возникают из-за неоднородности воздуха у нас над головой из космоса проще поэтому летают вот такие телескопы типа Кеплера в космосе они это без проблем делают на земле с проблемами но тоже можно все пожалуйста ну на самих уране и нептуне конечно условия никакие а спутники у них есть правда не такие перспективные как те о которых я говорил они небольшие один спутник там титания неплохой но в общем мало мало перспективные места уран нептун или там плутон к которому полгода назад подлетали там холодно там в общем неуютно и про жизнь там пока никто не говорит азот жидкий ну что хорошего от жидкого азота а в жидком метане он как растворитель оказывается неплох и жидкость есть ну не каждая жидкость серная кислота тоже жидкость жить в ней как-то не очень уютно пожалуйста да да уже готовятся такие аппараты то есть в нас в американском космическом ведомстве уже просто прототип есть его должны изготовить а у нас роскосмос заикается о том что в далеком будущем экспедицию к юпитеру они хотят послать но наша электроника не выдерживает радиационного фона который рядом с юпитером поэтому вблизи мы не сможем работать наши аппараты так что ИО и Европа для нас закрыты а вот более далекие спутники ганимет и калиста может быть мы посетим а может быть и нет погромче говорить что вас слышат что у Марса считается остывшее ядро и есть несколько забавных проектов как его нагреть ядро Марса нагреть да есть проект из разряда скинуть в центр что-то из разряда термоядерных а я думаю вы немножко у вас нет нет у вас смешались две истории Марс действительно потерял свою магнитное поле потому что его железное ядро остыло из жидкого стало твердым и привет магнитный там генератор перестал работать но вы говорите вот о чем на Марсе жидко разреженная атмосфера хорошо бы сделать ее поплотнее тогда бы стало там и радиации меньше на поверхности и условия более человеческие на поверхности это одеяло атмосферы согрело бы планету так вот проекты о которых вы говорите это сбросить на полярные шапки Марса наши все атомные водородные бомбы на полярные шапки не в ядро а растопить их они выбросят массу газа в атмосферу и Марс станет считали не хватает наших атомных бомб даже всех советских и американских не хватает чтобы растопить марсианские полярные шапки мало у нас атомных бомб оказывается для этого проекта а магнитное поле ганимеда оно насколько противостоит нет у спутников настоящих магнитных полей нет они немножко генерируются в жидком океане этих тел соленая вода она тоже проводник электричества но это такие магнитные поля условные очень слабые а у титана за счет чего тогда удерживается атмосфера титан очень массивный он по массе только-только ну немножко выступает марсу но ненамного он гигантский спутник он больше планеты меркурий но он при этом холодный он холодный и газ частицы газа молекулы газа движется медленно в атмосфере и они не могут оторваться да холодно нет ничего есть время да ну слушай да пожалуйста если марс недавно попал в зону жизни каким образом на нем могла быть жизнь а дело вот в чем зона жизни довольно условная вещь считается что все планеты одинаковые на самом деле все планеты разные и может быть солнце не сильно нагревает планету а на ней тем не менее будет тепло ну вот сравним землю и венеру земля и венера почти на одинаковом расстоянии от солнца у нас тут средняя температура плюс 15 по всей земле а на венере плюс 500 в чем дело а дело в том да что там атмосфера вот эта углекислая мощная одеяла газа она обладает свойством как говорят парникового эффекта то есть пропускает видимый солнечный свет к поверхности планеты поверхность нагревается солнечным светом хочет остыть а остыть не может потому что она накрыта этим толстым одеялом атмосферы инфракрасное излучение не проходит обратно в космос и венера перегрета если марс в прошлом тоже имел более плотную атмосферу то даже при слабом солнечном нагреве на нем могла быть более благоприятная более благоприятный климат то есть более высокая температура вот на земле например парниковый эффект повышает температуру нашей планеты примерно на 45 градусов сегодня у нас плюс 15 в среднем по всей земле а если бы не свойство нашей атмосферы задерживать тепловое излучение земной поверхности было бы минус 30 по всей земле то есть все бы океаны замерзли покрылись льдом ну в общем перспектива так что атмосфера иногда важнее чем тот нагрев который приходит от солнца вот нет за счет внутренних планеты быстро остывают земля немножко греется изнутри но это крохи это там меньше одного процента на марсе еще меньше внутреннее тепло планет слабая штука солнце главное солнце и то как устроена атмосфера может ли она запереть то тепло солнечное которое приходит в виде света да пожалуйста а либо расчетами но расчеты подтверждаются еще и такими вещами как магнитное поле спутника вот у европы у других спутников юпитера вокруг них магнитное поле немножко преобразуется магнитное поле юпитера немножко меняет свою конфигурацию и мы понимаем что внутри этих спутников есть проводящая электропроводящая среда а ничто кроме соленой воды в данном случае не может быть электропроводником потому что металла там нет никакого в этих спутниках но это косвенные конечно косвенные указания но мы видели фонтаны на энцеладе мы видели фонтаны на европе и они прямо нам показывают что подо льдом таки действительно океан жидкий океан тут уже не косвенные а прямые улики ну все спасибо давайте отдыхать аплодисменты спасибо спасибо